Весенние субботники, инвестиции в фастфуд, English для малышей, народная выставка и Днепровская радуга. О событиях этих дней мы расскажем сейчас. Я Андрей Скоробогатов. Здравствуйте. Весна – время наведения порядка на земле. 21 апреля в Беларуси республиканский субботник, и в нем участвует вся Могилевская область. Между тем, субботники местного масштаба уже прошли в сельских районах. К предприятиям и организациям присоединяются общественные инициативы. Этими днями могилевчане работали в Яблоневом саду у Печерского лесопарка. А в Кировском районе жители райцентра убирали береговую линию Чигиринского водохранилища, попутно рассуждая о людях и их привычках. Убираю мусор за другими людьми. Не веселое это дело – убирать за другими людьми. Ну, конечно, не веселое. Погода приятная, конечно, но весь этот мусор, сами понимаете, неприятно. Это деревня-подлужья Кировского района. Берег Чигиринского водохранилища – любимое место отдыха жителей окрестных сельских районов Бобруйска и Могилева. Как раз ликвидировать последствия этого отдыха приехали на субботник сотрудники Управления образования, спорта и туризма Кировского райисполкома. Мусора много? Да, вообще очень много. Достаточно. Всего набросано. Пакетов, бутылок. В основном бутылки и упаковки от сигарет. Вы его пытаетесь выловить даже из вовны? Да, да, да. Что поделаешь? Что бы вы сейчас сказали тем людям, которые бросают весь этот пластик, а вы убираете? Я бы сказала, что нужно следить за собой. И прежде всего, это наша природа. Нужно все убирать. Просто просьба к тем отдыхающим. Мы же тоже люди. Забирайте его с собой. Вы же дома не мусорите, правильно? Убирайте квартиры и прилежащие участки к дому. Убирайте за собой. Нужно с детства учить тому, что нужно оберегать природу, не бросать. Всегда за собой все убирать. И все. Когда самые маленькие, уже сразу прививать. Чтобы за собой убирали, не бросали. Помогали старшим. Ну и все остальное. Чигиринское водохранилище – красивейшее место на Могилевщине. Площадь более тысячи гектаров. И береговая линия доступна и для любителей пикников, и для рыбалки. Рыбаки, которые ездят в эти места за солидным уловом, уверяют, что они-то уж точно убирают за собой. Я постоянно езжу. Или сюда, или на Днепр, к себе туда, в Могилеве езжу. Ну что, если бутылки пустые, противно самому сидеть. Все за собой надо убирать. Для чего это? Стайковский сельсовет ответственный за чистоту Чигиринского водохранилища на своей территории. А это ни много ни мало 20 километров берега. Поэтому ежемесячно, если не чаще, убирать выходят все. И аппарации, и советы, и учителя, и клубные работники, и все свободные сельчане. Да, есть культурные, которые приезжают, убирают. Мы установили контейнеры по берегу. Ну, не без плохих людей, которые выбрасывают и не думают о чистоте, о культуре. Весенний лес оживает, но среди муравейников и подснежников валяются пластиковые бутылки. Срок их разложения на минуточку – более сотни лет. Полиэтиленовые пленки – более двухсот. Пластиковый мусор – вообще серьезная экологическая проблема для всей планеты. Потребление пластика пытаются ограничить, но оно растет. Нужно хотя бы утилизировать пластик, а не загрязнять им окружающую среду. А есть еще алюминиевые банки, срок разложения – 500 лет, и стекло – более тысячи. Думают ли об этом люди, которые оставляют такой мусор у воды и в лесу? Чисто там, где не сорят. Поэтому все должны убирать за собой, когда приезжают отдыхать. Весенние субботники – вещь нужная для того, чтобы убрать мусор после зимы. Но хорошо бы дальше жить в чистоте и порядке – и в городах, и в деревнях. В связи с началом сезона пикников в социальных сетях появились призывы взять с собой на природу мешки для мусора. Под этими статусами сотни лайков и едких комментариев в адрес тех, кто загрязняет среду. Ведь кажется, тривиальная вещь убрать за собой мусор. А ведь, наверное, не все понимают. Будем надеяться, что стремление к чистоте и порядку переместится с виртуального пространства в наш реальный мир и сделает его еще красивее. У нас сейчас возникла замечательная идея сделать город Могилев самым чистым экологическим городом Беларуси. Вместо чашки утреннего кофе эти люди взяли в руки грабли и лопаты. Возможно, они никогда бы не встретились в Большом Могилеве. Вместе их свела лесная тропа и объявления в социальных сетях. Из разных уголков Могилева сюда приехали те, кому не безразлична судьба Печерского леса. Вот мы сегодня сколько ходили по всем оврагам, сколько мы поднимались вверх-вниз, сколько да, это можно считать как утренний фитнес. Вот я вам честно говорю. Хочу помочь в уборке этого сада, чтобы он радовал глаз жителей города Могилева, был цветущим, полезным. Я коренная могилевчанка, я Печерскую очень люблю, часто здесь бываю. И, безусловно, мне неприятно видеть горы мусора. Поэтому, выходя в лес, гуляя здесь с детьми, мне хотелось бы видеть все-таки ухоженные места, а не свалки мусора. Обновленный яблоневый сад, по мнению участников субботника, может превратиться в изюминку будущего парка. Кроме этих деревьев, человеческая рука не прикасалась уже десяток лет. После обрезки яблони должны зацвести. И в этот момент парк обещает стать чуть ли не самым живописным уголком Могилева. Наша идея, чтобы здесь сделать зону отдыха такой небольшой парк, потому что рядом напротив есть хорошо благоустроенная зона. Это на хутора. И как раз-таки этот яблоневый сад может стать дополнительной такой площадкой для досуга горожан. Мне здесь нравится и работать, и это отдых на природе. Плюс я люблю лазить по деревьям. Сейчас мы тут убираем. А так тут все эти деревья надо было облазить, спилить то, что сейчас унесли, и вот это вот все разнесли. Так что мне это все по душе. Если идея инициативных горожан воплотится в жизнь, то этот кусочек земли станет большой зоной отдыха Печерского лесопарка, который могилевчане очень любят. Чтобы люди не торопились уходить в глубину леса, а могли отдыхать в тени яблоневых деревьев, необходимо сделать зеленый газон, проложить тропинки, подумать об освещении. Все это пока в планах, но осуществлять их вместе гораздо проще. Как говорят участники субботника, хочешь парк – бери и делай. Наша цифра 150 миллионов. Это в белорусских рублях. На такую и даже немного большую сумму Могилевский облсполком заключил инвестиционные договоры с начала этого года. Договоров пока семь. На стадии подписания еще три. В Комитете экономики комментируют, что этот год начался удачно. Подписанное соглашение уже в стадии реализации. С подробностями Елена Соловьева. Кипр, Нидерланды, Литва. Эти страны наиболее активно инвестируют в экономику Могилевской области. ВМГ-индустрии – предприятие с литовским капиталом. Решение организовать мебельное производство в Могилеве инвесторы приняли в 2010 году. А через три года завод работал на полную мощность. Сделанную в Могилеве мебель для гостиных и спален можно найти в торговой сети Икея по всему миру. Инвестиции в данный проект составили более 120 миллионов евро. Если говорить о новом проекте, то это инвестиции порядка 30 миллионов евро. На данный момент времени мы выросли уже практически до полутора тысяч работающих на нашем предприятии. Сейчас ВМГ расширяет производство. Новые площади и современное оборудование позволят увеличить экспорт в два раза. Эта машина очень функциональна. Вы можете менять длину, ширину, толщину изделия. Она может делать крепление сразу нескольких видов. На пересечении проспекта Пушкинского и улицы Островского тоже стройка. Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг» – это инвестпроект на 2,5 миллиона рублей. Вместо неслучайной пересечения маршрутов общественного транспорта «Большой пассажиропоток» инвестор изучил расположение площадки и пришел к выводу, что торговля будет тут прибыльной. В марте прошлого года мы провели конкурс по выбору инвестора, на котором принимало участие два претендента. И в результате данная компания «Прогрессив проект» стала победителем. Победителем этого конкурса в результате более выгодных условий, которые она предложила. Это и количество создаваемых рабочих мест, и сроки реализации данного проекта. Работу в «Бургер Кинг» получат 120 человек. Гибкий график должен особенно заинтересовать молодежь, а менеджеров высшего звена обучат за счет компании. Ресторан будет предполагать как обслуживание посетителей в зале, так и обслуживание посетителей на автомобиле. И для тех и для других посетителей будет действовать один стандарт времени обслуживания. Это 2 минуты 40 секунд. Активнее привлекать частный капитал в экономику региона – актуальная задача. Налаживание экономических связей способствует преференции для инвесторов, законодательства, а также межрегиональной встречи. Например, благодаря одной из таких встреч в Могилеве и появится «Бургер Кинг». Открытие фастфуда символично планируют приурочить к 10-й мельнице успеха, которая пройдет в июне. Работу секции в этот раз мы решили разграничить по страновому признаку. Отдельно выделяем секцию Европейский союз, отдельно выделяем секцию Российской Федерации как основного региона партнера. Безусловно, уделим традиционное внимание сотрудничеству с Китаем. Таким образом, мы хотим создать дополнительный комфорт для инвесторов в части языка общения, в части традиций, культур. В Могилевской области привлекают иностранный капитал, не забывая при этом об отечественных инвесторах. «Шатаем Плюс» – крупнейший на белорусском рынке оптовый центр автозапчастей. Компания вложилась в пилотный проект, открыв в Могилеве свой первый филиал на месте бывшего долгостроя. Кроме того, здесь будет учебный центр по ремонту автомобилей, и работники больших СТО и частники из гаражей смогут повысить квалификацию. Автомобили становятся все сложнее и сложнее, их ремонт требует все больше и больше квалификации. Для того, чтобы удовлетворить конечного потребителя, автолюбителя, станция должна выполнять ремонт качественно. У нас есть эти технологии, у нас есть эти знания. Мы работаем, как я говорил, с мировыми концернами, фактически с теми инновационными технологиями, которые они несут в автомобильную индустрию. Прежде чем инвестировать в конкретный проект, и небольшая фирма, и крупная компания взвешивают все за и против. Вкладывать деньги согласны в то, что хорошо продается. На наш взгляд, очень привлекательным является направление сельского хозяйства, а точнее переработка сельскохозяйственной продукции. Это то направление, в котором у нас уже сейчас заключен ряд инвестиционных договоров. Кроме того, это направление по-прежнему интересует крупных бизнесменов с различных стран мира. Рабочие места, отчисление в бюджет, создание привлекательного инвестиционного имиджа. И в регионе, и в стране этих результатов ждут от каждого инвест-договора. В рейтинге Join Business 2018 Беларусь заняла 38 место среди 190 государств. Теперь задача подняться еще на несколько позиций и войти в 30-ку благоприятных по условиям ведения бизнеса стран. Далее в программе. Билингвы с детства. Почему это модно и нужно? Ну, я вот решил на английском место наливать и учить испанский, потому что изучение языков открывает двери в другие страны. Народная выставка в Могилеве. Творчеству все профессии покорны. Я электромонтер, работаю на госпортеприятии, а это мое хобби – увлечение. Маленькие музыканты выступили в Быхове. Потому что я в детском саду когда был, там выступали скрипачи, и мне очень понравилось. Вот я и захотел на скрипку. И цветы на улицах Могилева и Бобруйска уже скоро. Смотрите нас в эфире и интернете. 23 апреля, в день рождения Уильяма Шекспира, отмечается Всемирный день английского языка. Белоруссия свободно говорит по-английски только 5% населения, но будет больше. Теперь, уверяют филологи, даже модно растить детей билингвов, то есть с маленького возраста изучать язык международного общения как родной. Студенты из Могилевского университета имени Аркадия Кулешова вместе с городскими библиотеками решили показать и рассказать малышам в детских садах, что учить иностранный язык – это интересно и полезно. Что из этого получилось, узнавала Кристина Каранкевич. Они и на русском-то значении не всех слов понимают, что говорить про иностранный. Но оказывается, как раз в таком возрасте детский мозг заточен для изучения языков. Ведь совсем недавно он осваивал родной, и теперь, если не упустить время, на свежие дрожжи можно добавить еще и английский. Так появился совместный проект могилевских студентов и городских библиотек «Юный полиглотик». Идея такова. В определенный день недели студенты проводят 20-минутное занятие по английскому, немецкому или французскому языку для детсадовцев. Конечно, в игровой форме, ведь так интереснее. Ребятам из 97-го ясли сада выпало изучение английского. Бабочка. Бабочка. На английском это баттеслайн. 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 Все вместе. Молодцы. Как будет птички на английском? Берс. Берс. Дети, в отличие от взрослых, информацию схватывают на лету, и уже можно читать книжки. Дожди, а как столько? Рабе. Ну, а в школу, вот ты когда придешь, ты какой язык выберешь, чтобы учить? Английский, конечно же. Просто моя сестра это учит, я тоже так хочу. Ага. А какой бы ты вот еще кроме английского хотел бы учить язык? Ну, кроме английского? Думаю, что китайский. Почему? Ну, китайский я знаю, сложно учить, но китайский мне нравится. Чем? 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 Надо именно все дублировать, по несколько раз переводить. Именно картинки должны быть с иллюстрацией, чтобы они лучше понимали. Можно сказать, 50% из деток уже называли самостоятельно слова и перевод на русский язык, которые в течение занятия несколько раз в различных формах мы повторяли. Сегодня английский язык не просто еще один предмет в школьной программе. Учить его – значит открывать двери фактически в другой мир. Павел – победитель международной олимпиады по географии, и он уже ощутил всю важность знания English Language. Английская мова – это мова международной олимпиады. Там нет перекладов. Тому надо делать свои отказы и думать на английском языке. Чешская пословица говорит – выучи новый язык, получи новую душу. Мы согласны, ведь за знанием языка стоят отношения между людьми и странами. И все чаще современные дети в дополнение к английскому выбирают второй язык. Моя мечта стать дипломатом – поехать в белорусское посольство в Испании. Здорово. Может быть, будет и третий язык? Ну, это как получится. Если испанский пойдет хорошо, то можно взять и третий. Конечно, у нас в городе есть и французский язык, и немецкий, и немного испанского. Сейчас активно развивается китайский, но это в свете сотрудничества активного с Китаем. Китайский в третьей гимназии изучают уже три года, и ученики видят в нем большие перспективы. Можно поехать в Китай, выучиться на врача и потом приехать обратно в свою страну. И развивать уже в своей стране китайскую медицину. Она пользуется большой популярностью. А год назад гимназисты побывали в Поднебесной на практике. Там мы учились в Юго-Восточном университете, где получали знания. А во второй половине дня мы ездили на разные достопримечательности. Детей билингвов растить вполне под силу. Правда, английский сегодня по школьной программе начинает изучать лишь с третьего класса. И ребенок уже фактически должен уметь на нем читать. Может быть, это и есть следствие пока небольшого процента разговаривающих на английском в Беларуси. Выставочный зал Музея истории Могилева почти на три недели отдает свои стены и пространство для творческих работ всех желающих. 40 лет назад американский галерист Уолтер Хоббс реализовал в Вашингтоне идею народной выставки. Ее подхватили во всем мире и теперь у нас, в Могилеве. Итак, работы не выбирают и не оценивают, а смотрят, определяют лучшую и покупают, если хочется. Такая выставка нужна тем, кто ценит творчество и живет им. И любое творчество абсолютно, оно позволяет подниматься чуть-чуть выше. Или наоборот, глубже уходить куда-то к корням, к истокам. Или узнавать новое. Обо всем абсолютно. Творческая работа должна пройти в двери. Это единственное условие, которое выдвигают организаторы народной выставки «Прояви себя». Участвуют все желающие. Такие арт-эксперименты проходят в Америке, Европе и России. У нас в Минске и, наконец, в Могилеве. Формат называется «36 часов». Но могилевчане его переделали на свой лад. Работы можно приносить не полтора дня, а все время действия выставки. До 6 мая. На выставке – работа людей разных профессий и возрастов. Я вообще работаю продавцом. И как бы, ну, я рисую с детства. Я рисовала, по-моему, всю свою жизнь. Еще с самого младенчества, я не знаю, как мне сказать. Вот. И я решила, вот узнала об этой выставке и решила себя проявить в плане художника. Работа Юлии – волк. Акварель, карандаш и даже кофе. А у электромонтера Алексея Соколова яркая абстракция. Человеку дает творчество раскрыть себя как личность, прочувствовать себя во всей красе. Ну, порой двумя словами так сложно объяснить. Вот. Люди, которые ценят это, они это ощущают и понимают. Вы знаете, я боюсь, что нема прозаичных профессий. И нема людей, которые бы не имкнулись створать. Поскольку каждый человек это створальник, может, он просто это створает не в мастерстве, а в каких-то других формах. Но у каждого человека есть это натуральное имкнение створать. И у каждого человека есть некая невыказанность души. И вот в случае такой невыказанности, когда человеку хочется рассказать, раскрыть свою особу всему свету, мы даем такую махчимость. Молодые художницы пробуют на выставке свои силы. Кристина Соколовская показывает работу навстречу ветру. Девушку, которая символизирует свободу. Весна всегда вдохновляет на такие вот работы, картины. Яркие, красочные, живописные, с разными теплыми цветами. А Екатерина Попова, молодая художница, оказывается, нарисовала свою весеннюю картину под музыку Музеса Самни. Она и определила сюжет и краски. Ой, как красиво! А вот и самая большая работа. Портрет Николая II на десятикопеечных советских монетах. И это не ирония, а творческий метод. Серия работ могилевчанина называется «Фейсмани». Пенсионерка Елена Казарина нарисовала для выставки собаку, с которой она, арт-терапевт, работала в Центре реабилитации детей-инвалидов. Творчество, красота спасет мир. Для того, чтобы они были добрее. Тот человек, который видит красоту, он не делает плохих поступков. Он хочет творить, он хочет дарить доброту. Некоторые авторы, конечно, дилетанты. В их картинах наивность, искренность и добрые чувства. Студентам Белорусско-Российского университета, будущим программистам, выставка понравилась. Я узнала для себя много чего нового, необычного. Очень красивая картина, сделанная из монет. Очень необычно, интересно. Знаете ли вы, что это работа обычных людей, таких как вы, которые просто решили показать миру свое творчество? Да, мне это сказали, но я не ожидала, что будет настолько все очень красиво. Кстати, каждый участник выставки должен заплатить взнос – 15 рублей. Из этих денег складывается призовой фонд. А кому достанется приз, определят посетители выставки голосованием. Так что это еще и творческое соревнование. Еще одно условие – все выставочные работы могут быть проданы. Стоимость определяет сам автор в заявлении. Суммы разные – от 20 рублей до 5 тысяч. Дорогие – это те, которые особенно дороги авторам. Пока решили проявить себя около двух десятков творческих жителей областного центра. В выставочном зале даже немного расстроены. Им, как всегда, хочется работать больше. И поэтому приглашают всех. Несите и показывайте людям, на что вы способны. Проявляйте себя. Творчество – это создание качественно новых материальных и духовных ценностей. Самовыражение и познание мира. Творчество бывает разным. Ведь не зря этими днями Пуллицеровскую премию получил рэпер. И мы вспомнили другого лауреата, американскую писательницу, профессора Тони Моррисон. Она занялась литературой в 38 лет и пишет про рабство, расизм и социальное неравенство. Моррисон призывает к борьбе против засилия массовой культуры. Она твердо считает, что нужно исправить то, что можно исправить, и принять как урок то, что исправить нельзя. В своем известном романе возлюбленная Тони Моррисон очень поучительно написала «Если есть возможность свободно ходить, есть и спать, то жизнь еще не кончена и вообще достаточно хороша». Как не тянуть одеяло на себя, а работать в команде? Этому важному для жизни качеству учат не только на производстве или в спортивной команде, но и в музыкальной школе. Чувствовать локоть соседа и даже следить за его дыханием приходится музыкантам, чтобы достойно выступить и не допустить фальшивого звука. Участники фестиваля «Днепровская радуга» готовятся к выступлениям почти год. И вот ребята дождались своей минуты славы. Юных музыкантов со всей Могилевской области и не только под крышей Быховской школы искусств собрал второй открытый конкурс детских инструментальных ансамблей. В этой очереди перед актовым залом томятся те, кто целый год штудировал гаммы и часами репетировал пьесы. Сначала в одиночку, а потом уже в команде. Одно неверное движение и фальшивый звук способны перетвергнуть работу всего коллектива. А потому игра в ансамбле – это большая ответственность. А ведь как важно с детства вложить в ребенка чувство локтя, поддержки, ответственности. А это как раз-таки происходит в таких творческих коллективах. А как тебе будет легче выступать? Сольно или в ансамбле? В ансамбле. Почему? Ну, не знаю, как-то легче играть. Чтобы музыка зазвучала, сойтись должны не только музыкальные партии, но и звезды. Детей, как и инструменты, перед выступлением необходимо настроить. Ребята, давайте настроимся на хорошее выступление. Наша пьеса как называется последний? С веселым настроением. С веселым настроением. Давайте исполним и всем покажем класс, какие мы молодцы. Хорошо? Молодцы. Все, молодцы. Антону Прудникову 8 лет. Мальчик учится в школе искусств имени Иванова в агрогородке Буничи. Для себя юный музыкант выбрал непростой музыкальный инструмент – скрипку. Эта королева музыки невероятно капризна. Она не терпит фальши и отзывается на нее ужасным звуком. Но прилежным ученикам, таким как Антон, отвечает взаимностью. Потому что я в детском саду когда был, там выступали скрипачи, и мне очень понравилось. Вот я и захотел на скрипку. Миша Миронов приехал из Славгорода. О том, что юный музыкант играет на трубе, известно всем его соседям. Но не все знают, о чем на самом деле мечтает славгородский трубач. Каким ты хочешь стать будешь? Поваром. Зачем тебе труба? Просто. Ну, запасной вариант. Для ребят, которые занимаются в инструментальных коллективах, это редкая возможность продемонстрировать свое мастерство. Для сольных артистов путь на эстраду всегда открыт. А вот ансамбли реже выступают перед широким зрителем. Я считаю, что музыкант играет прежде всего головой. Ни пальцами, ни руками. Все происходит от мысли, от головы, которая направляет нашу деятельность. Оправдать ожидания зрителя и пусть на несколько минут завладеть его вниманием – это именно то, на что эти дети променяли игры на свежем воздухе и досуг компании гаджетов. Их цель – просто музыка. Каждый пятый участник фестиваля мечтает связать свою жизнь с большой сценой. Ну, музыка приносит мне удовольствие. Я стараюсь поступить в музыкальный колледж. Я здесь уже хожу шестой год. Открытый конкурс «Днепровская радуга», который проходит в Быхове уже второй раз, собрал 32 коллектива со всей Могилевской области. По сравнению с минувшим годом, количество участников выросло почти в два раза. В этом году «Днепровская радуга» коснулась и соседней Гомельской области. На конкурс приехали музыканты из города Жлобина. А вот Быховская школа оказалась самой музыкальной. На суд жюри она представила 12 творческих коллективов. И напоследок о красоте. В ближайшими днями на улицах Могилева начнут высаживать цветы. Полтора миллиона штук. Их вырастили в теплицах Могилевского зеленстроя. Теперь там красота и благоухание. Цветущие петунии и бегонии, эти цветы, как всегда, основное украшение города. Но на клумбах и вазах появятся и новые виды. Кстати, упор в этом году собираются делать на вертикальное озеленение. Например, на мостах. А вообще в областном центре готовятся к форуму регионов Белоруссии и России. И цветы должны радовать своими красками до конца сентября. В Бобруйске высадят полмиллиона цветов и здесь приступают к работе 23 апреля. Таким образом, озеленители желают жителям Могилевской области яркой весны. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова